Всем здравствуйте! Всем отличной недели! Хорошего желаю вам настроения, теплой и уютной атмосфере в вашем доме. А мы сегодня с вами будем делать расклад. Идею к раскладу я взяла из одного комментария. Вы помните, у меня недавно был юбилейный эфир, и я просила оставлять вопросы к этому эфиру, где я смогла бы ответить там на вопросы. И я так понимаю, у меня есть новая подписчица, да, почему? Потому что вопросы были личного характера. Вот, эта женщина под ником Миру Мир, вот, и она спрашивала, ну, личные такие вопросы, когда у них там наладится жизнь счастливая с мужем, с ребенком и так далее, правильным путем ли она идет. Вот, а поскольку вы знаете, что я не отвечаю в эфирах на личные вопросы, я решила сделать, ну, взять идею к раскладу, да, этот вопрос и сделать расклад. Вот сегодня мы будем делать как раз-таки расклад на вопрос, который я называла. Называется он так, мой истинный путь, правильным ли путем я сейчас иду? Там были еще какие-то вопросы, но я их скажу честно проигнорировал, потому что они личного, личного, как это сказать, личного формата, да, и, конечно же, ответ на них можно получить, если записаться на личную консультацию. Ну, как правило, знаете, когда какие-то вещи нам мы хотим, но они не столь актуальны, то мы не будем ничего делать для этого. Как говорится, вот, когда приспичат, когда петух клюнет, в простонародье говоря, тогда люди начинают приходить на консультацию. А так, чтобы прийти, мне кажется, к торологу на консультацию, заплатить деньги, да, то люди, в принципе, так не поступают. Вот, это не совсем такая модель поведения, да, обычно лучше послушать какой-нибудь общий расклад и что-то там из него для себя понять. Вот, но при этом забывая о том, что это все-таки общий расклад, а не личный. Но сейчас не об этом. Сейчас просто это вот подводка к тому, почему мы будем делать сегодня именно такой расклад. Вот, но, коль я уже это затронула, этот вопрос, вы, напоминаю, вы можете прийти на личную консультацию, да, информация об этом есть по ссылке. Мои услуги в описании к ролику. В описании это вот прям вот под самым роликом. Нажимаете, развернуйте, смотрите, там будет ссылка, которая называется «Мои услуги». Нажимаете на нее и переходите на документ, да, в первом обзате которого стоит контакт моего телеграм-канала и телеграм-личное сообщение, куда вы можете мне написать. Также в этом документе есть описание подробное моих курсов, моих услуг, в том числе и личная консультация, сколько длится, какие варианты есть, как оплатить, сколько это будет стоить. В общем, вся полная информация. Кому интересно, можете прийти. Кому кажется, что это дорого, есть альтернативный вариант, который называется «Блиц-консультация». Вы ждете того момента, когда я с периодичностью, не знаю, там в 3-4 недели, делаю расклад на свободную тему. Вот если вам терпится и не горит, да, то вы можете за достаточно экономную цену прийти, записаться на «Блиц-консультацию», на свободный вопрос, когда я буду делать анонс. Анонсы, как правило, я выкладываю в разделе «Сообщество» каждую пятницу, поэтому вам нужно будет перейти на главную страницу этого канала, ну, либо моего второго канала, неважно, нажать на кнопочку «Сообщество», да, там сверху на главной странице, вот, есть все эти, ну, линейка, да, где написано «Главные», «Основные ролики», там, «Короткие», «Сообщество», «Описание» и так далее. Нажимаете на кнопочку «Сообщество» и по пятницам вы видите анонс. В каждом анонсе я даю контакты, куда можно обратиться и какие вопросы я рассматриваю. Как правило, это 15-минутная мини-такая консультация, которой я даю либо готовые два вопроса, либо, там, я не знаю, раз в месяц я делаю поток, и раз в месяц, как правило, я делаю свободную тему. Если у вас есть свои какие-то вопросы, два своих каких-то вопроса, да, то вы можете прийти и задать мне их. Вот, вот такое было вступление, но мне кажется, оно необходимо, потому что, знаете, информация обычно у нас как выкладывается, да, мы слушаем, либо проматываем, не обращаем внимания. Вот, а когда она становится для нас актуальной, мы задаемся вопросом, где я это слышала, что там говорили, как-то пропускаем мимо ушей. И, с одной стороны, есть категория людей, которая прислушивается к тому, что я говорю, да, и, ну, в соответствии действует, а есть категория людей, которые пропускают мимо ушей, им это не важно, и они все равно действуют и поступают так, как они считают правильно и верно. Вот, итак, расклад. Расклад, да, как я уже озвучила, мой истинный путь, правильным ли путем я сейчас иду, вы не видите перед собой камешки. Причина заключается в том, что я буду делать расклад на одну позицию. Что-то мне в последнее время потянуло меня расклады на одну позицию. Почему? Потому что, когда много, много вариантов, ну, для меня три это много, это переключаться с одного варианта на другой, это слишком как-то, вот, не знаю, энергозатратно для меня. И мне хочется как-то вот больше глубины, но когда расклад идет на три позиции, в каждой позиции углубляться, это тяжело для меня. Для коллег, возможно, это и нормально. Для меня это очень тяжело. Поэтому я сегодня захотела углубиться в тематику этого вопроса, и поэтому приняла решение, что я сделаю на одну позицию. Кому расклады на одну позицию неинтересны, ну, у вас всегда есть выбор, да, вы знаете. Вот. Не надо обижаться, не надо писать комментарии, не надо ставить дизлайк, только лишь потому, что это не по вариантам, а на один вариант. Вот. Ну, немножечко адекватности. Так, давайте приступим. Значит, у нас сегодня, я так отметила себе семь вопросов. Давайте будем смотреть. Итак, приступаем. Правильно ли я путем иду сейчас, да? У нас первый вопрос звучит следующим образом. На каком этапе поиска себя я сейчас нахожусь? На каком этапе поиска себя я сейчас нахожусь? Верховная жрица. Прекрасный этап. Для кого-то это может быть, как это, абстрагирование, да, от других людей и погружение в себя. Для кого-то это, возможно, какая-то остановка для того, чтобы, опять-таки, с целью привести себя в порядок, как-то успокоиться. Я имею в виду, привести в порядок свое состояние, да, как-то сгармонизироваться, сбалансироваться. Вот здесь этап некой такой тишины, спокойствия, понимания, причем осознанность в контексте понимания того, что мне пока не нужно никуда двигаться, да. То есть это не то, что внешние какие-то факторы вас останавливают на этом пути, а это ваше собственное понимание того, что мне сейчас двигаться никуда не нужно. Мне нужна эта пауза. В этой паузе сейчас нет понимания, куда я пойду, да, куда мне дальше двигаться, какой путь мне откроется. Но есть внутренняя вот эта вот интуиция и ощущение восприятия мира, что мне нужно, знаете, как, расслабиться, восстановиться. Но вот при этом в этой пассивности, да, мы как будто бы держим ушки на макушке. Почему? Потому что здесь нету полного, полной, как это сказать, полной пассивности, да, бездействия. Здесь есть как-то вот две энергии, да. Одна, которая говорит, что я пока расслаблена, да, то есть я собираюсь своей энергии, концентрирую, но при этом направляю их больше на наслаждение и внутреннее удовольствие, и внутреннюю тишину. А другая энергия активная, она говорит о том, что я нахожусь в позиции наблюдателя, то есть я отслеживаю, да, любые знаки, любые символы, и ощущение, вот когда мне нужно будет двигаться, я это смогу уловить. То есть здесь такое состояние баланса, когда и внешний экран, то есть внешний мир, за которым мы наблюдаем, да, он активный. И с другой стороны и внутренний мир, вот это вот спокойствие, погружение в себя, прислушивание к себе, может быть, наблюдение за собой, он тоже активен. И вот здесь вот человек по этому аркану, он находится на ребре вот этих вот на стыке позиции наблюдателя, когда я и внешний мир наблюдаю, и в этом тоже есть активность, но я не совершаю какие-то действия, в этом есть пассивность. И то же самое я делаю со своим внутренним миром, когда я наблюдаю, это активная позиция наблюдателя, но я ничего не делаю, то есть вы здесь не погружаетесь в какой-то анализ, не погружаетесь в какие-то мысли, есть пассивность. То есть с одной стороны позиция ожидания, но не активная, ну когда уже на низком старте, когда это уже начнется, а позиция ожидания осознанная такая, когда вы знаете, что в нужное время я смогу словить необходимые мне знаки и двинуться дальше, то есть у меня есть это знание, я пойму, когда мне, то есть мне не нужно как-то терпить меня, будить меня, говорить, я знаю, как я это знаю, через внутренние ощущения, я пойму, что время пришло. Пока время не пришло, я не буду распыляться, мне не нужно делать какие-то дополнительные движения. Это знаете, как человек, который, как говорится, встает со своего места, только за миллион долларов, для того, чтобы сделать то, что ему предлагается. То есть человек, который отсекает все ненужное, все лишнее, какую-то суету и фокусируется только на самом актуальном и на самом главном, на самом важном. Все остальное для него не имеет значения, он это убирает из своей жизни. И убирая вот это вот все лишнее, высвобождается время, и это время человек посвящает себе. И отсюда появляется качество жизни, другое, когда жизнь, она вроде бы насыщенная, но она насыщена только актуальными вещами, только теми, которые действительно необходимо сделать. То есть если можно что-то не делать, человек не делает. Но не из лени, а не делает, потому что он экономит эту энергию, и он это время, этот ресурс направляет на себя. То есть здесь идет внутреннее развитие себя, внутреннее какое-то понимание мира, восприятие через себя, через то, что мы прислушиваемся к себе, мы изучаем себя, но при этом мы не теряем контакт с внешним миром. Вот это такая очень высоковибрационная, я бы сказала, позиция осознанного человека. На каком этапе еще поиска себя вы находитесь? На то, что для кого-то здесь действительно важно понять что-то скрытое, то, что до этого момента вы не понимали. То есть это может быть во внешнем мире какие-то скрытые моменты, какие-то тайны, и вы хотите разобраться в них, хотите понять, каким образом они повлияли на вас, с какой целью были созданы те или иные ситуации, какие уроки я прохожу. Но здесь очень такая расслабленная позиция, она гибкая, она мягкая, она иньская. Это не отшельник, который вот прям, знаете, как-то очень сухо избирает какие-то факты, да, и философия. Здесь очень много жизни, здесь присутствует именно мягкость, именно умение быть гибкой, умение, вот, знаете, человеку, у которого хорошая растяжка, как в сознании, так и в теле физическом, да, то есть вот здесь такие энергии идут. Ещё на каком этапе поиска себя вы находитесь сейчас? Десятка пендаклей. Ну, для кого-то, возможно, действительно, вопрос, либо сфера семейной жизни, да, личной жизни, она сейчас актуальна по разным факторам, то есть, возможно, у кого-то уже выросли дети, да, и вот как будто бы идёт вот эта вот перестройка в семье, когда дети уходят, и родители остаются одни, ну, либо один из родителей. Человек начинает познавать, у него высвобождается время, и он начинает познавать, узнавать себя заново, либо какие-то свои потребности и пробелы закрывать. Для кого-то здесь появляется время, опять же таки, и ресурс, чтобы заново выстроить свой фундамент, то есть, возможно, до этого предшествовал какой-то этап достаточно разрушительный, и человек понимает, что вот мне нужна какая-то опора под ногами, я должна, либо должен на что-то опереться. И, как правило, вот эта вот опора, эта структура, это правило, это система ценностей, и человек заново пересматривает, да, но уже с более зрелой какой-то такой своей позиции и выбирает для себя тактику дальнейшего поведения, но уже на основе ценности. Например, там, если ранее ценность здоровья была не совсем актуальна по причине возраста, то есть, ну, молодежь мало задумывается о своем здоровье, вот, то, как правило, человек, более осознанный, да, и понимающий, что в жизни нужна гармония, и гармония абсолютно всех уровней, да, в том числе и физического тела, это не потому, что сейчас встал вопрос, например, там, болезни, человек болеет, и он задумался, нет, а человек, помним, первая ведущая карта у нас идет мудрости, понимание, человек понимает, что ему на перспективу, да, с этим телом еще придется жить, его нужно поддерживать в хорошей физической форме, да, то есть, вот здесь об этом тоже человек может задумываться. для кого-то здесь возникает вопрос, например, поиска дополнительного заработка, дополнительных каких-то доходов, то есть, здесь может быть так, что человек хочет как-то зарабатывать деньги, но по-другому, то есть, это не необычная какая-то работа, когда наемная, когда у тебя есть зарплата, и все понятно, и все известно, нет, здесь как будто бы человек осознает и понимает, что если я хочу больше денег, большего объема, значит, мне нужно совершать какие-то другие действия, помимо тех, которые у меня есть, здесь не говорится о том, что идет смена работы, да, вы будете там, например, работать на себя, уйдете с найма, нет, здесь как будто бы человек, задумывается о дополнительном источнике, либо вот как-то увеличит тот ресурс, который у него есть, но это является, вот все, что я говорю, да, сейчас там семья, деньги, здоровье, это есть следствие, а причина, это верховная жрица, это ваши внутренние перемены, которые происходят, и они таким образом проявляются в материальном мире через какие-то новые желания, которые появляются у человека, то есть, они появляются не случайно, это когда человек созрел до чего-то, да, либо когда у человека открылись какие-то горизонты, расширилось внутреннее сознание и понимание, да, то есть его энергоемкость, она увеличилась, и тогда человек включает какие-то новые свои желания, то есть, это не то, что вовне, здесь вы увидели, и вам как это самое, в глазу заблестело, и вы говорите, вот я тоже такое хочу, нет, это является следствием той внутренней работы, которую вы проводите сейчас сами с собой, да, для кого-то это будет семья, для кого-то это будут деньги, а для кого-то это будет именно переоценка своих собственных ценностей, и выстраивание своей жизни по-другому, когда человек говорит, что нет, моя жизнь так как есть не устраивает, я хочу что-то другое, я хочу более качественное, да, вот более изобильное, но изобилие, оно приходит как следствие внутреннего изобилия, то есть для того, чтобы увидеть красоту вовне, эта красота должна быть внутри, здесь такой же принцип, если мы хотим увидеть изобилие, как финансовое, там, семейное, еще что-то, да, в жизни, какая-то новая структура, мы должны это в первую очередь увидеть в себе, и вот этот вот путь вы сейчас проходите, еще на каком этапе поиска себя вы сейчас находитесь, ну, для кого-то это выбор действительно, для кого-то это пересмотр, возможно, да, пересмотр каких-то своих собственных желаний, идей, фантазий, то есть здесь человек перебирает, здесь, понимаете, здесь нет такого конкретного выбора, да, четкого, то есть что нужно, время горит, и надо выбрать, вот, либо это, либо это, нет, а здесь человек, я бы сказала, как перебирает, то есть его вроде бы, да, по семерке кубков, все устраивает, то есть все имеет место быть, но по верховной жрице, поскольку здесь есть глубина, здесь есть некое такое таинство, интуиция, которое вам говорит о том, что есть что-то большее в этом мире, что я хотела бы иметь, то есть я вроде бы наслаждаюсь вот этой семеркой кубков, да, что у меня есть, но при этом мои ушки на макушке, они, и радары, да, они расширяются в ожидании того, что вдруг появится что-то, что будет, ну вот перекроет вот эти семь кубков, да, оно будет мне намного ближе, оно отзовется, то есть я не отказываюсь от того, что у меня есть, я наслаждаюсь, я этим пользуюсь, я об этом думаю, возможно, я об этом мечтаю, но при этом я не ограничиваю себя от того, что есть что-то еще, помимо того, что я имею, и это не вопрос жадности, а это вопрос именно расширения своих границ, то есть я допускаю, что где-то есть что-то, что мне отзовется, и здесь не важно, какой сфер, я всегда говорю в общем понятие энергии, да, сферы здесь могут быть разные, это может быть и личное, это может быть и профессиональное, и развитие, там путешествия, все что угодно, то есть человек допускает, что есть что-то, что он сейчас не имеет, но хотел бы это иметь, но не говорится о том, что он прям, знаете, вот стремится к этому, дайте мне, я хочу вот прям получить, да, то есть человек наслаждается в каких-то своих мечтаниях, фантазиях, представлениях, воображения, что может быть как-то, что-то где-то, да, то есть я вроде бы опять-таки, вот эта вот энергия, да, с одной стороны пассивности, вот эта вот фантазия, представление, воображение, а с другой стороны настороженность в контексте того, чтобы не пропустить знак, где есть следующий кубок, который мне не достает, да, то есть мы не спим, мы находимся опять-таки, вот на грани бодрствования, и сна то здесь полного бодрствования нету но и при этом полного сна тоже то есть вот здесь какой-то вот все такое пограничное да то есть когда я это увижу у меня отзовется я начну действовать еще на каком этапе поиска себя вы находитесь сейчас двойка жезлов здесь открываются горизонты перед вами и вы это понимаете вот здесь идет эта энергия расширения до себя опять-таки через понимание чем больше вы себя узнаете чем больше вы себя понимаете по верховной жрицы тем больше у вас раскрываются горизонты то есть возможно кто-то узнает какие-то свои способности да может быть у кого-то открывается какой-то дар какая-то наклонность и как следствие открывается перспективы но здесь человек не торопится принять какое-то окончательное решение и сделать выбор он просто видит горизонты которые перед ним открываются и с одной стороны а это вот как-то его подстегивает на то что я все могу да то есть все зависит от моего желания и намерения это реализовать а с другой стороны вот человек уже в прошлом терял очень много времени на то чтобы делать какие-то действия которые не приводили его желаемому результату здесь он не хочет ошибиться он хочет знаете вот то чтобы выбрать да чтобы это возможно имела какую-то перспективу то есть я готов вкладываться но с учетом того что я получу тот результат который я хочу я не хочу сливать свою энергию потому что здесь я изменился я уже по-другому смотрю на мир меня уже другая система ценностей у меня в приоритете стали другие вещи поэтому с одной стороны открываются эти все горизонты и я могу выбрать абсолютно все что пожелаю но с другой стороны я хочу выбрать только то что будет моё а как я это пойму через отклик на в своей душе если я буду прислушиваться к тому что мне говорит мой внутренний голос поэтому вот все что я говорила вот эти вот арканы они как будто бы раскрывает вот то что я сказала в самом начале да что мы одновременно находимся и в активной такой фазе да то есть я вижу я перебираю я пересматриваю я присматриваюсь к чему-либо до во внешнем мире но и одновременно во внутреннем мире да я выстраиваю какую-то новую вселенную внутри себя через понимание кто я то есть я узнаю это знаете как-то очень похоже на то состояние когда здесь данном случае до прочитал какую-то книжку до что-то чему-то научился и ты начинаешь это отслеживать во внешнем мире например изучил книгу психологии да там есть определенный условно говоря четыре типажа до людей и вы через призму этих типажей начинаете смотреть на мир то есть вы наблюдаете а здесь вот этот типаж здесь вот этот типаж то есть чем больше вы читаете да в данном случае и изучаете здесь психологию либо вот этот типаж тем больше вы это отслеживаете во внешнем мире есть вот вот так идет то есть вы что-то узнаете вы что-то понимаете и вы сразу это начинается отслеживать так ли это во внешнем мире на если какое-то подтверждение тому что я знаю держать мне это при себе либо это ненужная информация и от нее надо избавиться то здесь вот как какой-то такой вот интерактив идет до какой внутренней так и внешней внутренней и сразу как будто бы перепроверка во внешнем мире идет вот на таком этапе вы сейчас находитесь если вам это откликается значит смотрим дальше если нет то выключаем расклад так смотрим что происходит сейчас внутри вас что происходит внутри вас королева мечей перемены перемены здесь желание знаете какое-то внутреннее желание оттаять внутреннее желание получения эмоции и не знаю даже не эмоции каких-то более глубоких состояний возможно состояние любви то здесь человек хочет каких-то перемен то есть здесь человек который проанализировал сделал свою жизнь сделал работу над ошибками и у него есть готовность что-то изменить своей жизни и он готов на своем пути идти знаете вот преодолевая какие-то преграды у него есть силы на это у него есть желание какая-то вот внутренняя собранность да то есть основной стороны вот как амазонки у которых есть физическая сила навыки умения до преодолевать какая-то вот сноровка адаптация во внешнем мире но и одновременно вот это вот женская энергия и желание мягкости любви внимания иногда возможно чтобы вас взяли на ручки это никуда не уходит то есть сейчас происходит вот вот этот вот процесс когда человек возможно в чем-то даже и осознает что долгое время по каким-то своим соображениям по каким-то своим урокам которые он проходил он находился вот в состоянии не знаю какой-то обороны что ли в состоянии настороженности когда я не подпускаю никого к себе здесь был прошлый опыт но сейчас пришло время вот перемен как будто бы вот после королевы меча мечевой да здесь человек должен прийти к пендак ливости к пониманию того что опыт опытом да но закрываться от мира от изобилия от внутреннего богатства это не совсем верная позиция здесь человек хочет что-то изменить внутри себя что вы хотите изменить внутри себя вот вы хотите то что я сказала до кубковости девятки куков я уже хочу больше удовольствия больше наслаждения возможно ранее вы себе этого не позволяли либо считали что не знаю не заслуживаете либо вам это чуждо не надо вот здесь как будто вы знаете человек немножко под расслабился и понял что жизнь она не только является путем каких-то преодолеваний трудности да это не только термия но это еще и звезды которые дают удовольствие и вот вы сейчас находитесь в том состоянии когда вы говорите я хочу получить удовольствие но не в контексте вот пойду в загул и вот прям буду а совершать ошибки нет а это вот удовольствие знаете что-то такое индивидуальное очень близкая например провести какой-то уютный вечер дома до в теплой атмосфере со свечами может быть под такую расслабляющую музыку почитать какую-то книжку под уютным плетом до в кресле качалки то есть у каждого вот какие-то такие мгновения которые раньше вы себе не позволяли либо в силу каких-то внешних обстоятельств либо дальше даже об этом не задумывались но здесь вот ощущение того что сейчас вы хотите получать удовольствие удовольствие для себя возможно кому-то это покажется эгостично то здесь удовольствие она может быть вот я говорю опять-таки отстраниться от людей да и вот побыть наедине с собой вот так и покайфовать пообщаться с самой собой почитать какую-то литературу очень интересную либо просто послушать музыку такая знаете приглушенная атмосфера расслабляющий когда вы действительно словили мгновение и вы его вкушаете на вы им наслаждаетесь я не знаю это как дегустаторы винда пьют пол глотка как говорится да и прокатывают этот вкус по своему не можем небу для того чтобы раскусить да что это за вкус и насладиться то есть вот здесь знаете как человек который смакует жизнь то ли вы сейчас уже пришли к этому моменту то ли сейчас вы это больше понимаете вам это стало уже близко поэтому внутри вас сейчас происходят вот эти вот моменты когда вы даруете себе какие-то мгновения удовольствие наслаждение когда вы кайфуете но здесь нету людей в вашем пространстве и они вам пока не нужны потому что вы находитесь в верховной жрицы тишине спокойствие девятка кубков говорит тоже про интровертность да то есть я получаю но опять же внимание я не не закрываясь от внешнего мира здесь нету закрыть от внешнего мира просто вы поставили знаете как это включили систему наблюдения за внешним миром да если что я здесь на чеку но пока там система наблюдает и вроде бы никаких перемен нет во внешнем мире да я вот попью чашечку чая ароматного до либо чашечку горячего кофе с какой-нибудь сладостью да и понаслаждаюсь этим мгновением то есть вот здесь какие-то такие моменты сейчас происходит внутри вас вы покрываете потребность удовольствия но здесь удовольствие понимаете она такое изысканное я бы сказала она такого утонченная здесь нет удовольствия там пойти в какой-нибудь бар либо где-нибудь там затусить либо какие-то беседы нет здесь удовольствие вот именно то что будет радовать именно ваши уши ваши глаза ваши вкусовые рецепторы то есть то что действительно принесет вам наслаждение наполнение вот вам вот этого вот сейчас не хватает то есть вы сейчас находите состояние наполненности ваши перемены они такие ну то есть вам внешний мир вот этот вот холодность да она дала уже как говорится такой сигнал что все можешь расслабиться и тогда вот это вот вода замерзшая холодная которая здесь была до наши эмоции они начинают подогреваться то есть вы расслабились и вот этот вот контроль и хватку сняли и вы можете себе разрешить ну вот я не знаю вот это вот женская энергия проявиться но не для кого-то а для себя то здесь мы все делаем для себя здесь есть это желание что еще происходит внутри вас пятерка кубков где-то в чем-то может быть сожалению о том что вот вы как-то повзрослели и уже нету какой-то детской вот этой легкости наивности почему потому что именно вот эти вот энергии они дают какую-то бесшабашности рискованности благодаря этому человек получает опыт и тот результат который возможно где-то хотел либо не хотел да то есть разочарование в том что вы уже так мало действуете почему потому что уже более как то не знаю вот прошлый опыт он сделал вас более структурным более логично то есть вы прежде чем действовать вы уже думаете уже нету вот этой вот спонтанности которая была в молодости до сначала делаем а потом думаем и возможно об этом об этом этапе есть разочарование то что уже нету вот этой вот легкости в моей жизни я уже даже если бы и захотел где-то в чем-то рискнуть да даже если это какой-то осознанный риск уже все равно страшно уже появляются какие-то установки какие-то блоки да то есть вот где-то какая-то ностальгия есть вот по утраченной вот этой вот легкости и детскости но с другой стороны здесь есть понимание того что нужно найти вот это вот удовольствие уже по-взрослому то есть уже более как-то глубина то есть это не будут эмоции которые были раньше да вот как маленький ребенок которым подарили игрушку он прыгает скачет кричит радуется вот куча 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 этих эмоций энергия прям плещет из него а здесь уже эту радость можно перевозить перевести уже более глубокое такое состояние вот блаженство наслаждение на уже как-то вот по-взрослому и и здесь вот эти вот процессы у вас происходит для чего для чего они у вас происходят ну отшельник для чего потому что идут идет вот процесс этого взросления да это такое знаете очень плавный и естественный без каких-либо преград вот он поэтому идет так так мягко так плавно для чего происходят эти процессы ну во первых потому что они помогут вам дальше как-то двигаться по жизни у кого-то начинается вырабатываться вот это вот качество как-то терпение что ли терпеливости вы становитесь более терпеливыми по отношению к другим людям не снисходительными типа гордыни я выше тебя а как ты знаете здесь люди проявляют какое-то больше понимание что ли по отношению к другим людям да то есть вот это вот выражение ты хочешь быть счастливым либо правом вот пока ты молодой да ты хочешь всегда найти свою правду до меня обидели там со мной поступили как-то несправедливо но когда приходит мудрость здесь по аэрофан по отшельнику человек уже говорит да не хочу я быть правым главное чтобы я был счастлива то есть если я готов быть счастливым то конечно я тебя уступлю да ради бога пускай ты будешь права моя неправа какая разница главное чтобы мы были счастливы главное чтобы в жизни все было хорошо да то есть опять таки вот эта вот система ценности не случайно здесь выпадает отшельник на эту структуру на систему ценностей который говорит о том что здесь я уже по-другому начинаю смотреть на эти вещи да я по-другому уже думаю о своей жизни о том куда я хочу идти я уже не тороплюсь опять-таки через призму девятки куб когда я уже наслаждаюсь этой жизни то есть я делаю один шаг за раз мне уже не надо никуда бежать да то есть тот опыт который у меня есть за плечами он мне достаточно где знаете вот как будто бы главная работа вашей жизни она уже проведена в прошлом сейчас идет шлифовка это вот когда мы уже убрали в квартиру да она вся чисто это уже все уже все светится не пылинки ничего и тогда что вы делаете вы начинаете ее как-то украшать до приносить какой-то дизайн то есть а цветы значит но все чисто почему бы не поставить свежие какие-то какой-то букет цветов да почему бы там я не знаю занавески там какие-нибудь другие повесить то есть вы начинаете украшать здесь момент вот это когда вы свою жизнь украшаете уже все есть но вы как-то вот совершенствуете здесь вопрос глифовки идет до шлифовки вы шлифуете эти моменты каких изменений вы боитесь каких изменений вы боитесь ну вы боитесь разрушения видите разрушение до даталова хочется сказать до разрушение до самого до самой основы заново собирать себя почему потому что здесь такое чувство что вам это трудно давалось ранее да то есть вы с таким трудом так бережно по отношению к себе собрали себя по кусочкам выстроили и если вам сейчас скажут что это опять-таки надо разрушить до основ и заново себя собрать здесь как будто бы вам не хватает уже силы вам не хватит сил собрать себя здесь вы боитесь что дайте вот чего можно здесь бояться только самого себя уже здесь нету каких-то внешних моментов которые бы вы боялись вы как будто бы боитесь здесь себя а почему потому что вот опять же таки прошлый опыт он говорит о том что если где-то по молодости у меня была вот эта вот гибкость там что я могла где-то в чем-то пойти на уступки вот как-то даже не на уступки а пойти на какой-то компромисс на если взаимоотношения с другим человеком то сейчас я просто предпочитаю встать и уйти то есть я уже если это например новые какие-то отношения на и вы находите на этапе узнавания то у вас уже у нас здесь говорилось терпение а здесь идет противоположном формате у меня уже не будет вот этого терпения с человеком заново проходить до чтобы вот он задавал какие-то вопросы непонятные да вот опять узнавать этого человека как это подстраиваться под него нет здесь выстав стали с одной стороны более мягче а с другой стороны как-то вот более конкретным таким человеком который говорит о том что вот я уже готовый вот я укомплектованный такой какой есть вот с таким характером либо берешь либо не берешь во второго уже не дано вы уже не тот человек который сможет чем-то уступить не потому что вы не способны на это а потому что у вас есть четкая вот эта внутренняя структуры того что вы хотите от жизни и если вы это не получаете значит вы просто проходите мимо вы не будете вкладывать энергию в то вот сейчас вы вот этот этап вы проходите что для вас уже не будет полезно то есть вы не будете есть уже ту еду понимая что ну блин она только вкусная а полезности от нее никакой нет потому что здесь вот опять идет процесс переоценки и любые изменения которые вас разрушает вы это очень сильно боитесь еще чего вы боитесь каких изменений ну шестерка мечели вы боитесь двигаться дальше почему потому что вот вы сейчас находитесь вот на этом этапе до пересмотрение себя переоценивание да то есть вы как будто бы вот как пазл знаете так собираете не знаю там 2000 две с половиной тысячи да вот этих вот кусочков пазликов маленьких вот вы их собрали так бережно бережно и вы не хотели бы чтобы маленький ребенок прошел ударил и это бы заново все рассыпалось потому что вы вложили столько труда и поэтому а двигаться вперед это как калейдоскоп до который бесконечно вот с определенным набором стекляшек которые есть в этом калейдоскопе вы его прокручивая стекляшки они переходят из одной формы в другую и вот этот вот формат перехождение из одной формы в другую то есть как будто бы знаете момент я сам себя пересобираю заново это как карточный домик знаете вот собрали классно здорово поломали и давай заново будем собирать здесь как будто бы уже человека не хватает сил вот на эту игру заново ломать себя заново создавать потому что вы в прошлом это очень часто делали и эта игра она вам уже она тяжело понимаете вы ее не боитесь здесь нету страха вы не боитесь то есть если вдруг понадобится какая-то не знаю какая-то ситуация которая заставит вас заново начать с нуля адаптироваться вы это сделаете но самостоятельно делать что-то что вот пойти в это новое как-то себя не знаю менять переделывать здесь уже не хочется потому что ну вы не понимаете смысла зачем вот зачем мне идти в это новое вот я я так старалась быть в этом на так старалась создать вот это вот этот комфорт уют для себя вот эту девятку кубков которые вы находите сейчас что заново вот опять куда-то идти зачем то есть если нет мотивации если нет какой-то конкретной цели и она прям вот важная весомая вы не будете это делать помните да я сказала самом начале что если вот вам не будут платить за какое-то действие миллион долларов вы лишний раз не встанете с кровати и это не лень это ваше новое какое-то мировосприятие она основывается на прошлом опыте возможно вы раньше были такими опять таки королева меча она всегда говорит о том что человек легок на подъем то есть вам не сложно вы можете меняться вы можете но вы этого не хотите потому что вы не понимаете вот здесь может быть сейчас какой-то такой этап до энергосбережения когда ну вот вам нужно своей голове как-то объяснить зачем мне это делать вот если сможете объяснить и голова согласиться вы пойдете если голова не согласится как бы вы там что-то не хотели вы это делать не будете еще каких изменений вы тут боитесь ну вы боитесь больше ответственности груза потому что ощущается что либо вы только недавно от чего-то здесь избавились от какой-то тяжести груза либо вы боитесь вот этой вот ответственности дополнительно потому что такое ощущение что вы и так очень много на себе тащите его что-то дополнительно вы просто не потянете знаете это как к человек который ходит на пределе да то есть я настолько загружен что вот что-то маленькое если просто попросить да то есть допустим идешь домой с работы по дороге зайди еще куда-то да там не знаю магазин это все равно тебе по дороге для вас это уже тяжесть почему потому что вы и так измотали себя да вот как-то здесь износили себя на что вот это вот дополнительное действие она вам уже дается трудно трудно опять скажу здесь энергия такая что вы можете делать да здесь не говорится о том что вы не можете что-то сделать но вопрос даже не в том что я хочу а надо ли мне это то есть вот какой ценой здесь ощущение того что вот вы за все платите очень очень большой ценой вам дается все с таким трудом так следующий вопрос на что нужно обратить внимание сейчас на что на вот вот как раз кина двойку кубков на гармонию на то что вас балансирует на то что вас успокаивает вам нужно обращать внимание сейчас на взаимность во взаимоотношении с людьми если есть взаимность если есть знаете энергии взаимодополняющие вашими не опустошающими то есть вам здесь нужно быть в балансе что вы отдаете ровно в таком количестве и получать то здесь должна быть гармония вот сейчас для вас это очень важно ну то есть все что вас выбивает гармонии не путайте с ленью на то есть здесь может быть так что человек может путать с линию нет здесь здесь присутствует гармония вы знаете как влияние луны на поверхность земли да то есть приливы и отливы приливы и отливы причем влияние луны на землю она не имеет отношения только к водной поверхности в зависимости от того как проходит луна в каком месте соприкасается не напрямую до косвенно с поверхности землей вот этого часть земли она поднимает и какую-то в каком-то другом месте да это часть земли опускается сжимается и получается ну из силу гравитации мы это не чувствуем но мы периодически да мы поднимаемся поверхность земли поднимается и опускается да то есть мы на несколько сантиметров поднимаемся и на несколько сантиметров опускаемся то есть вот это вот плавность должна быть вот это вот гибкость но однозначно здесь необходима взаимность и любовь обращайте внимание на то насколько вы наполнены что что вы делаете делайте старайтесь делать это все из любви возможности если этой любви нету то есть вы что-то делайте и делайте это не по принуждению а по любви если этого нет вам будет очень сложно вот то что я и сказала то есть одно дело когда я иду с работы и по дороге надо купить что-то для любимого человека вы это делаете с охотой а другое дело когда вы думаете о том как бы быстрее прийти домой снять обувь и сесть протянуть ноги потому что они гудят и вы устали а вам еще куда-то нужно идти вот в этом не будет любви его это будет вас раздражать поэтому вам здесь как будто бы сейчас нужно научиться быть вот в этом балансе вот в этой гармонии учиться выстраивать отношения через взаимность вот как вам относится так и вы относитесь к другим людям до искать взаимодополняющие вещи это не всегда будут одинаковые с вами то есть они всегда люди которые имеют один и тот же вкус одни и те же взгляды с вами но это те люди которые вас дополняют в чем-то на что еще нужно обратить внимание но здесь нужно быть в золотой середине сейчас очень важно да вот на своем пути именно идти по своему пути не отклоняясь ни в плюс не в минус здесь нужно вот эти вот управлять как-то своими эмоциями да то есть понимая что есть силы выравнивающие которые указывают на то что когда вы отклоняетесь в одном направлении от центра от золотой середины неважно какое-то направление всегда есть силы баланса которые будут уравновешивать то есть на какой градус на какую амплитуду вы отклоняетесь от середины ровно в такой же силе до для вас для восстановления баланса вас будет отклонять и в другую сторону и таким образом у нас получается эти качели поэтому если вы не хотите качеля здесь вам эти качели они уже не нужны вот на данном этапе вам не нужно потому что это будет выбивать вашу верховную жрицу из баланса вам нужно быть в балансе здесь нужна какая-то вот плавность мягкой знаете вот есть эти японские японская зарядка гимнастика до видели на площадях люди старшего поколения занимаются гимнастикой тайчи вот вот это вот плавные такие движения вот здесь ваша жизнь она должна быть вот именно вот в этом потоке вот в этой плавности вот в этой гибкости без каких-либо резких движений вот этого вы должны научиться что будет негативного и позитивного от того что я отклоняюсь от своего пути ну давайте посмотрим да что будет негативного если вот вы отклонитесь отклонитесь от своего пути что будет негативного ну вам тогда нужно будет решать какие-то задачи да то есть включать свой ум для того чтобы решать решать развязывать эти узлы решать какие-то сложные задачи тогда будет борьба внутренняя борьба тогда будет какие-то противодействия противоборство внутри вас самих неудовлетворения да тогда будет какие-то разногласия тогда вас будет не знаю вот вы будете кипеть как лава которые готовы к к извержению да вот этого все будет булькать и вот в этом нету созидания а что будет если позитивно да если вы отклоняетесь от своего пути но уже во что-то позитивное если отклоняетесь от своего пути тогда а вы опять-таки встаете перед вопросом что мне надо что-то завершить либо что-то начать отклоняясь позитивное как говорится русло от своего пути у вас открывается другой спектр до другие варианты вашей жизни другие двери открываются вашей жизни но это уже будут не ваши двери а дополнительные какие-то двери которые будут показывать вам указывать вам на то как исцелить какие-то моменты да здесь возможно нужно будет вступать какие-то новые коммуникации в общение то здесь открывается какой-то новый путь да не ваш путь а новый путь он будет позитивный но он будет не ваш путь что плохого в том что это вот не ваш путь плохого нету ничего просто это будет дан как какой-то шанс как шанс вот шанс что-то завершить что в принципе я об этом и сказала да то есть тогда вы отклоняетесь от своего пути имейте ввиду что это всегда будет иметь какой-то вот очищающий процесс то есть отклонились от пути в позитивное русло да его сразу появляется возможность там что-то закончить что-то завершить что-то доработать то есть очиститься от чего-то для того чтобы подняться на более высокие вибрации здесь что-то такое так следующего просто как понять что я иду правильным путем как надо понять как понять через свои собственные энергии насколько они у вас становится жезловыми через понимание своих собственных желаний амбиции через свое настроение если она вызывает у вас желание идти в этом направлении да то есть если вы горите этим если вы это хотите если вас это наполняет если этот путь реализовывает ваши какие-то там не знаю желание амбиции вот если в этом пути вы растете если на этом пути вы берете на себя ответственно становитесь более мужественными сильными решительными общительными то есть вот если все эти позитивные качества до появляются значит вы идете правильным путем как еще понять что я на правильном пути вы становитесь императором видите императором в контексте уверенности в себе до в контексте ответственности за свою жизнь то есть вы берете вам вам эта ноша она не тяжело как было по десятке жезлов она здесь для вас легко потому что как это знаете свое добро не воняет здесь как будто бы вы знаете вот то что свое да своя ноша не тяжело здесь все свое оно легко здесь все свое оно в удовольствие одно с наслаждением она все вот как будто бы знаете во благо плюс ко всему ваши границы расширяются вы чувствуете себя более уверенным вы чувствуете себя вот человеком силы человеком власти еще как понять что вы идете правильным путем смотрите все мужские арканы выходят особенно если в это женщина если мужчина то понятно если женщина ваш ваш поток финансовый он увеличивается помните вот здесь вот мы говорили до внутренняя проработка приводит дополнительного какому-то источнику изобилия вот здесь вы к этому приходите здесь вы придете к качественной жизни до уютной жизни как это вкусные жизни богатые достатки вот ну то есть ваша ваша материальная составляющая она меняется то есть помимо денег да вы чувствуете себя что вот но все сложилось так как нужно да идет вот какое-то увеличение приумножение я ощущаю внутри себя богатым человеком на то есть вот и место я ценю эту жизнь вот вот когда у вас появляется вот эти вот состояния да что я богатый я изобильный как в деньгах так и в состоянии души я духовный человек в первую очередь да то есть я вот эту вот материю в этой материи есть одухотворенность вот когда вот это вот присутствует да и присутствует желание именно проживать в материальном мире свою жизнь тогда вот вы на правильном пути то есть вы не думать о том блин остановите планету я сойду вы вот действительно получаете удовольствие от того что с вами происходит вы каждое утро просыпаетесь с удовольствием в ожидании того что принесет вам новый день тогда вы правильно пути особенно если это касается какого-то желания например там реализации проекта какой-то работы вот вы просыпаетесь надежды когда придет это утро до чтоб я уже пошел на работу либо когда придет это утро чтоб я уже начал это делать так вот я уже горю этим делать когда вот вы горите и этот груз и ответственности он вам не в тяжесть а в удовольствие да вы наоборот прям ну вот не знаю как как ледокол идете и вам любые преграды не преграды вот тогда вы понимаете что вы на своем пути то есть преграда не преграда здесь не про то что я проломливаю своим лбом да то есть у меня много силы физической и духовной я проломливаю на своем пути открываю дорогу нет здесь не об этом а здесь именно вот про уверенность и удовольствие да то есть я я могу сделать я чувствую свои ресурсы на я наполнен эти и последний вопрос какие подсказки укажет на верность вашего направления подсказки каким подсказкам вы поймете что вы идете верным путем а у вас начнутся разрушения на то что то что вы в принципе здесь и избегаете да когда надо идти вперед какие разрушения здесь начнутся какие разрушения здесь начнутся разрушения которые приводят вас к вашим знаете целям то есть здесь как это сказать на вашем пути появляются какие-то люди которые начинают вам помогать которые начинают вам протягивать руку помощи для того чтобы вы реализовали какие-то свои желания то есть здесь помощь как будто бы приходит на через других людей когда что-то начинается рушится на но и одновременно есть и помощь то есть здесь не просто что-то рушится а здесь вот вместо этого приезжает какая-то бригада которая на разваленных начинает строить какой-то новый дом да то здесь не просто идет разрушение не просто разрушение каких-то шаблонов каких-то убеждений ваших устоев до вашего прошлого мировоззрения разрушение качеств каких-то вашего характера но вместо этого обязательно должно появиться что-то что приблизит вас к вашему не знаю к вашему желанию либо вы начинаете слышать лучше лучше себя появляется какой-то вот какая-то путеводная звезда и она может быть через других людей да не как это сказать то не только то что вы интуитивно чуть-чуть чувствуете а вы это начинаете замечать через других людей они как будто бы говорят о ваших желаниях они не знаю помимо того что оказывает вам помощь они как-то вот что-то делают для вас что-то делает для вас еще какие подсказки укажут на правильность вашего пути но вот когда вы начнете ощущать себя по девятке педакли знаете человеком который наконец-таки на здесь у нас начали только собирал себя здесь он уже себя собрал человек который собрал себя чувствует целостным да вот я целостная уверена я сама достаточно у меня всего хватает вы когда вы чувствуете что я могу жить вот как-то я не знаю и самостоятельно да мне и финансов хватает и духовности хватает и отношения есть общение вот мне всего хватает у меня все в достатке я не привязываюсь кому-то я у меня нету вот этой вот дыры внутренней только потому что какая-то потребность моя не закрыта и если мне нужно я сама ее закрою но здесь не говорится о том что знаете вот как обида бывает у женщин да мне не нужен никакой мужчина я сама за себя постою нет здесь нет обид а здесь человек действительно понимает что если мне надо что-то сделать я могу это сделать но я и одновременно не считаю зазорным пойти попросить помощи да то есть а если мне откажет окей не вопрос опять-таки сама сделаю то есть здесь вот такой знаете отношение к жизни что я могу и сама я могу и попросить мне могут и помочь и вот вот я живу в мире где я могу иметь все что я хочу я наслаждаюсь этой жизнью где человек здесь стоит храплотно хорошо на ногах где нет вот эти вот действительно видите по пятерке мечей каких-то бит какой-то злости критики ненависти да там я не знаю предательства когда вы видите что вашей жизни уже такого больше нет она не появляется вашей жизни не когда нету насилия да когда все идет плавно в ритме вот тогда вы находитесь на своем пути вот такой расклад у меня был сегодня пишите свои комментарии пишите своим осознание да возможно кто-то что-то понял возможно у кого-то какие-то интересные мысли есть вы готовы поделиться на этот счет я вам буду очень признательна а я прощаюсь с вами до следующих раскладов всем пока пока